В регионе продолжает действовать проект «Начинающий фермер». За это время поддержку получили более 70 хозяйств на общую сумму почти 100 миллионов рублей. Героиня следующего сюжета из Бердюжского района, одна из тех, кто принял участие в программе. Как фермер Елена Александрова хозяйство поднимает, узнала моя коллега Инна Михайловская. Для меня это удовольствие, для меня это не тяжело нисколько. И это при том, что Елена Александрова одна на своем большом хозяйстве. У работников выходной. 50 животных нужно накормить, напоить, убрать, а еще и подоить. В стадии одни коровы. Правда, сейчас молоко дает лишь половина. Сырье высшего сорта. Выручки хватает на платежи по кредиту и зарплату. Хотелось бы больше. Но коровки у нас, так как первотелочки, молока не дают настолько много, сколько могут. Естественно, после отела, третьим-четвертым теленочкам, мы уже будем крепко стоять на ногах, уже будем очень хороший объем сдавать молока. Ну и пока наладится все хозяйство. Я еще только привыкаю. Эта молодая женщина открыла новую страницу в районном ЭПК. Она первая в муниципалитете выиграла грант по программе «Начинающий фермер». Обычно победители программы «Начинающий фермер» на грант приобретают животных. В этом хозяйстве на сумму почти 3 миллиона рублей закупили технику. Трактор, кормозаготовительный комплекс и вот это сено получили как раз за счет новых машин. В фермерстве Елена Новичок до этого занималась торговлей, а два года назад решила вернуться к истокам. Первых двух бычков приобрела по программе самообеспечения. Вырастила, продала и перешла на молоко. Теперь поняла, что хозяйство должно быть универсальным. Собирается еще и на мясо бычков выращивать, чтобы доход был стабильный. И опыт Александровой стал примером для других жителей муниципалитета. «Приезжают, смотрят, говорят, да, здорово, замечательно. Сегодня есть, по крайней мере, три у нас заинтересованных, скажем так, семьи, которые хотят поучаствовать в данной программе. Ну, пока вот решения они однозначно не сказали, но будем еще с ними, видимо, работать». А Елена тем временем получает высшее образование в аграрном вузе. Пока агронома, параллельно собирается еще и на зоотехника, знания понадобятся. Ведь, скорее всего, на фермерстве Александрова не остановится. Инна Михайловская, Сергей Жернаков. Тюменское время.